Что касается США и стран Европы, мы, конечно, видим вот эти массовые нарушения прав наших соотечественников именно по признаку гражданства, национальности и языка. Да, фактически мы вдруг все обнаружили, что никаких европейских или демократических ценностей, о котором говорили страны Европы и США, в применении к русским не существует вовсе. Совсем недавно в социальные сети Facebook Мета разрешила призывать к убийству русских, и это не считается нарушением их правил. Это, конечно, такая новость, очень ярко показывает то, что происходит. Я продолжу список того, что к нам идет информация. Монреальский симфонический оркестр отменил выступление 20-летнего молодого российского пианиста. Один из крупнейших застройщиков в Праге, компания, такая центр групп, заявила, что больше не будет продавать или сдавать в аренду жилье россиянам. Когда российские русскоязычные спортсмены, хоккеисты в Соединенных Штатах угрозы получают женщины, дети, их оскорбляют, угрожают расправами. Вот женщина, девушка в Бельгии пишет в материалах в социальных сетях. В большинстве сообщений, что она получает, говорится, что я должна умереть только потому, что я русская. Говорят, что меня нужно судить. Вот она пишет, что очень печально, что в такой демократической стране, как Бельгия, нельзя сейчас русским чувствовать безопасности. Другая ситуация. Немец, который живет в Кёльне, рассказывает, как в школах происходит психологическое насилие над детьми, когда детей даже младших классов поднимают, вызывают, заставляют отказаться от России и подвергают, естественно, вот этому психологическому давлению. Ну, то, что в Англии разгромили храм русской православной церкви, это достаточно широко известно. Вот люди из Португалии пишут, в русских магазинах украинские националисты систематически нападают на русских продавщиц. Еще один пример. Соединенные Штаты. Рестораны, кафе с русским названием и владельцами русскими подвергаются оскорблениям, скандалам. Естественно, угрозы поджечь, угрозы взорвать, все это идет массово. Германия. Очень много информации из Германии. Банки отказывают в обслуживании под различными предлогами, заставляют приносить дополнительные документы, хотя документы эти у них уже есть. Британский оркестр Кардиффа отменил исполнение произведений Чайковского. Ну уж совсем. В Берлине подожгли русско-немецкую школу имени Ломоносова. В Варшава. Гостиницы прямо, напрямую говорят, что им запрещено обслуживать русских, и даже если есть, уже оплачено, естественно, все равно не заселяют. По Германии очень много примеров. Компании, в которой работают русские и русскоговорящие, начальство напрямую их просит не говорить на русском языке, а говорить только на немецком. Милан, русская школа гармония, нападение тоже было на людей в Латвии. Рассказывают, что девушек, которые говорят по-русски, просто они подвергаются избиениям. Ну и так далее, так далее. Таких примеров очень много. Опять-таки, еще раз, мы все сейчас обнаружили, что, оказывается, в применении к русским никаких нравственных моральных ценностей, о которых говорило все это время Европа и США, фактически не существует. И наша задача сегодня, конечно, многие из вас очень активно работают и противостоят этому, выстраивают, естественно, активную позицию занимают. Наша задача, конечно, обсудить и вот такие позитивные практики более подробно.